Время парковок Преступление полиции Вы травмировали депутата Потапова Вы тронули и ударили депутата Потапова Вы преступники Вы преступники Вы избиваете депутатов Государственной Думы Позор! 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 Дальше, я обращаю внимание, это провокации, предпринятые силовыми структурами еще задолго до начала встречи. Народ все пребывает и пребывает, и уже явно мы превысили численность тысячи, полторы тысячи человек, где-то до трех-четырех тысяч уже. Сейчас только ОМОН перекрывал дорогу и не давал возможности из метро прийти сюда москвичам-избирателям, чтобы встретиться с нами. Обсудить этот вопрос – это позор. Я считаю, что мы должны, объединившись, не допустить полицейщины в Москве. Я считаю, что мы, объединившись, не должны допустить нарушения Конституции и законов. Мы пришли сюда мирно обсудить, нужны ли платные парковки или не нужны. Вы сказали – не нужны. Так? Так вот, надо изменить закон и сделать все, как вы говорите, потому что вы являетесь властью в Москве. Вы являетесь властью в Российской Федерации в соответствии с Конституцией. Давайте, выработав сегодня решение, его притворим в жизнь. Мы, депутаты Госдумы, в Госдуме на пленарном заседании. В Московской городской думе, в Московской городской думе, вы у себя в микрорайонах, вы у себя на площадках. Не допустим платной парковки в спальных районах Москвы. Платные парковки – это элемент не то, что залезание в карман, это элемент тотального воровства. Вот я провел расследование. У меня в Краснодаре оказалось, что под разговоры о том, что эти средства идут в бюджет, это идет в неизвестные живопырки, которые неизвестно где зарегистрированы и которые ни копейки даже не перечисляют в бюджет. Мы очень надеемся, что и вы здесь отстоите свои права, потому что отстаивая и борясь против этой вороватой мэрии, вы отстаиваете права по всей стране. Знаете это. И мы, как депутаты и коммунисты, поддерживаем вас. И не просто поддерживаем. Первое. Мы внесли законопроект «Я и депутат Рашкин» о том, чтобы без согласования с москвичами и не только с москвичами никаких платных парковок не было. Согласны вы с этим? Мы направили запрос премьер-министру, потому что все это инициировано не только мэрией. Раз оно идет по всей стране, оно инициировано и правительством. Поэтому главное требование – остановить мораторий и только после обсуждения и решения Государственной Думы в интересах граждан и только при согласии жителей, будь то Москвы или Краснодара, вводить эти парковки. Остальное – воровство, жульничество и позор этой власти. Позор! 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 Проблема, конечно, парковок – это частная проблема, ее необходимо решать, бесспорно необходимо решать. Но задумайтесь над тем, что мы с вами живем 25 лет в буржуазном государстве. Оно постоянно наступает на права и интересы наших граждан. Да, платная парковка организована не случайно в Москве. Она организована целенаправленно, потому что пол России стягивают в Москву. И, естественно, жители Великой России приезжают сюда жить, приобретают автомобили, это тоже понятно. И только с избранием власти народа мы решим все те проблемы, которые стоят перед нашим государством и нашим народом. Если мы будем поддерживать эту власть, мы так и будем решать частные вопросы с платной парковкой, с платной медициной, с плохим здравоохранением и так далее, и так далее. Никакой поддержки этой власти. Власть нас обманывает, вводят примерно 300 парковок и говорят, что они провели общественное слушание. Но сколько они провели общественное слушание? 50. Они только изобразили, что проводили общественное слушание. На самом деле ввели их, невзирая ни на кого. Скоро вообще даже во дворе дома невозможно будет припарковаться. Будут требовать деньги от нас, наставят шлагбаумы и будем платить даже за то, что будем выходить из двери дома. Позор этой власти! Позор!